Приветствую вас, я бы хотел предложить вам несколько взглядов на ту проблему, которая у вас сейчас есть. Ну, вообще говоря, это не несколько взглядов, это, правильно сказать, несколько подходов. Несколько подходов к вашей проблеме. Значит, первый подход. Первый подход следует пояснить через анализ ваших отношений в целом. Мужчине что-то не понравилось, Мужчина как-то почувствовал, что вы его, там, не знаю, как-то задели, унизили, В общем-то, оскорбили каким-то образом. И, собственно, на данный момент сейчас мужчина не хочет, не желает вас принимать, Потому что у него во всю горит обида. И, к сожалению, ситуация складывается так, что обида у него не на равном месте. То есть обида, она достаточно обоснованна в данном случае, в данном ключе, по крайней мере, для него. И обида здесь, это, ну, своего рода, такое, знаете, состояние аффекта. То есть у мужчины сейчас наблюдается именно аффект. И для того, чтобы этот аффект прошел, чтобы его не встало. Однозначно нужно время. И поэтому вам необходимо понять, что то, что он хочет с вами расстаться, Это не более чем действие аффекта. Если он действительно не хочет с вами расставаться, он не расстанется с вами, Потому что, ну, он переживает и хочет быть с вами. Но если вы будете на него сейчас давить и чересчур, Чересчур пытаться как-то ему там навязать что-то, Из этого хорошего ничего не получится. Вы, мужчина, тем самым, еще сильнее, еще больше оттолкнете от себя. Поэтому делать именно это, пожалуй, не стоит. Дайте мужчине время не время побыть одному, Дайте мужчине успокоиться. И после, если он хочет с вами быть, он обязательно с вами будет, Никуда он не денется. Соответственно, если не хочет быть, то здесь ситуация, конечно, тяжелее, сложнее, Если он не хочет с вами быть. Или если, например, он как-то сомневается в том, Насколько, например, вы ему дороги, Вот тогда, да, тогда проблема есть, и она достаточно большая. Но здесь также, я думаю, понимать, что если он сомневается в том, любит ли вас, То и стараться как-то вернуть его точно такого смысла нет. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, Связано это с тем, что нельзя вернуть того, кто не хочет, не хочет этого. Нельзя вернуть того, кто не стремится удержать отношения, так же как, ну, Так же как, например, вы. Это был первый, на мой взгляд, важный момент, который я хотел вам пояснить. Второй момент. Второй момент касается, наверное, собственно, доверия. То есть, тот раскладывается так. Вы не показывали мужчине чего-то, Вы не дали ему узнать чего-то, Потому что боялись, что он рассердится. Соответственно, логичный вопрос, который вам хотелось бы задать. А почему вы думали, что мужчина рассердится? Откуда у вас отсутствие к нему доверия? Вообще-то говоря, доверие необходимо для любых отношений. У вас этого доверия нет, И оттуда получается только плохо. Вы хотели от мужчины что-то скрыть, чтобы он не рассердился, И в итоге он об этом узнал, И все равно рассердился, Только теперь положил все и же хуй. Так бы он рассердился, И, может быть, бы вас спросил, И вообще бы ничего не было. А так он рассердился, И теперь хочет с вами остаться. И вам, по-корочему, Надо бы из этого извлечь урок. Урок достаточно такой, я бы сказал, Как бы, ну, однозначный. Урок о том, Что если вы не доверяете своему молодому человеку, А вы ему, судя по всему, не доверяете, Это большая проблема. И от этой проблемы так просто отмахиваться, К сожалению, нельзя. А вот почему вы ему не доверяете? Что заставляет вас ему не доверять? Почему вы пытались скрыть от него то, Что вроде как не шло в себе ничего такого, По вашим же словам? Вот это большой вопрос. С этим нужно разбираться, я полагаю. Потому что вот так однозначно, наверное, Нельзя сейчас об этом говорить. Ну, что можно сказать уже сейчас, Когда прожаловываю то, Что вы сами стеснялись, Сами не принимали то, Что вы делали. То есть вы пытаетесь Как-то, значит, Оправдать себя. Вы говорите, что В этой переписке не было ничего такого, Но, тем не менее, Ничего такого не было, А вы это Всего-то от мужчины скрывали. Ну, давайте будем честны И скажем все-таки, Что если бы не было ничего такого, То вряд ли бы вы скрывали Это от мужчины. А что такое было? Это что-то Что самое плохое. Вы в себе Сами Не принимаете до конца. Вы этого стыдитесь. Вы этого пытаетесь Как-то скрыть. Вы этого не замечаете, может быть. Вы стараетесь представиться так, Что вы не виноваты. Но, тем не менее, Это то, что касается Ваших желаний. Это то, что касается Того, что нужно вам. И у меня возникает вопрос К вам. А удовлетворяет ли вас Молодой человек? Ну, вот, удовлетворяет ли он вас? Получаете ли вы от него Все то, что вы хотите? Есть предотвращение, что нет. Молодой человек Хочет с вами расстаться По какой причине На самом-то деле? Молодой человек хочет с вами Расстаться по причине Отсутствия к нему доверия. Вы ему не доверяете А он теперь Он теперь Сомневается Что может доверять вам Вот отсюда Все проблемы Поэтому будет лучше Если вы Сейчас Дадите ему Возможность Прийти Немножечко В себя Будет лучше Если вы Не будете Сейчас На него давить Будет лучше Если вы Объясните Себе Сперва Себе Потом Ему Себе Сейчас Ему Чуть Позже Почему же Вы Скрывали От него Что-то Любимые люди Если они Любимы Друг для Друга Ничего Друг от друга Не скрывают И если вы Скрываете Значит Здесь Есть Что-то Если Вы Скрываете Значит Есть Здесь Что-то О чем Нужно Разговаривать Какое-то Непонимание Какое-то Может быть Ну Спасение Недоверие Непринятие Человек Ну вот Что-то Такое Есть И Ну и Понять Что Это Потому Что Вам Оно Мешает Вам Оно Будет Мешать Очень Сильно Если Вы Не Проработаете Это Для Себя Хотя Б Понимаете Вот Так Можно В принципе Ответить На Ваш Вопрос Так Можно Отобразить Вашу Ситуацию И Когда Мы Это Сделали Теперь Вам Необходимо Уже Самостоятельно Подумать Что Вы Будете Делать Дальше Либо Вы Например Подследуете Мои Рекомендации Либо Вы Проработаете Этот Момент Почему Вы Не Доверяете Своему Молодому Человеку Что Мешает Вам Ему Доверять Ну Если Есть Какие То Моменты Их Нужно Отговаривать Их Нужно Отговаривать С Молодым Человеком А Иначе Как В Другом Иначе Не Получится Выстраивать Отношения Почему Молодой Человек Должен Был Рассердиться На Вас Наверное Самое Главный Вопрос Это Был Первый Раз Пишите Вы Когда Я С Кем То Из Парней Общался Значит Что Молодой Человек Очень Ревнив К Вам И Не Не Позволяет Вам Общаться С Другими Парнями Если Так То Почему Вы Позволяли Ему Так С С С Этот Момент Не Очень Ясен И С Нужно Разбираться На Там Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи